Благодаря служебным собакам Гомельского областного управления Департамента охраны МВД удалось раскрыть не одно злодеяние. Они помогают задерживать опасных преступников по горячим следам, находят спрятанные похищенные вещи и патрулируют улицы в составе группы задержания. Об особенностях работы с собаками и их дрессировке узнала наш корреспондент Вероника Гомзюкова. Собаки помогают раскрывать дела не только во время основной работы. В Гомеле на тренировке немецкая овчарка Лира нашла снаряд времен Великой Отечественной войны. Между отработкой команд Лира резво побежала вглубь леса. Что-то привлекло ее внимание. Оказалась минометная мина, которую впоследствии саперно-пиротехническая группа вывезла для обезвреживания. Говорят, собаки обладают хорошим нюхом. И сейчас мы это проверим. На площадке, которая за мной, я спрятала свои очки. И сейчас мы проверим, как Нельси их найдет. Стас, скажите, что сейчас нужно сделать мне после того, как я спрятала свои очки? Нужно искомый запах какой, как бы себя обозначить. То есть можно даже микрофон попробовать, чтобы собака знала, какой запах она должна запомнить и какой ей нужно найти. Вот такие вот вопросы. Ну давайте попробуем. Продолжение следует... Да-да-да-да-да-да. Покажи. 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 Хорошо. В итоге поиск очкову Нельси занял полторы минуты. В городских условиях собакам работать сложнее. Здесь много посторонних запахов. Для тех же четырех лап из границы поисковая площадка, как чистый лист. Но кинологи отмечают, служебный пес может учуять запах и взять след даже спустя несколько дней с момента совершения преступления. У нас используются в основном немецкие овчарки. В данном кадре присутствуют. У нас малиноа, бельгийская овчарка молодая, которая проходит сейчас обучение с кинологом на замену его повзрослевшей служебной собаке. Используются они с целью работы по запаховому следу, а также задержания правонарушителей. Сегодня в питомнике Гомельского областного управления департамента охраны находится около 20 собак. Часть из них – молодежь. Ее привезли вместе с кинологами для обучения. Получать новые знания будут и люди, и животные. В процессе тренировок у четырех лап их правоохранителей постараются выявить главное качество служебной собаки. Скорость, хороший нюх, смелость. Пес не должен бояться выстрелов и людей. Собаку социализируют, приучают к самому снаряжению, а также приучают ее работать за еду. Это основное. Никто их у нас особо не бьет, ничего насильственных способов не применяется. Шефствует на четвероногим сыщикам только один специалист. Передача другому своего питомца недопустима. Кинологи, как правило, получают на обучение щенков трехмесячного возраста. Требуется порядка двух-трех месяцев, чтобы у собаки выработались какие-то азы. И далее уже переходят совместно же с общим курсом дрессировки. Параллельно обучают специальному курсу дрессировки. В нее уходит работа по следу, выборка вещи, выборка человека, задержание, поиск стрелянных гильз. В среднем собака несет службу около восьми лет. Иногда этот срок может быть продлен. Проводится комиссионное тестирование. Если собака не утратила рабочих качеств и выполняет все нормативы, то ее оставляют. В большинстве случаев после завершения карьеры четвероногих напарников кинологи забирают к себе. В обязанности кинологов также входит уборка вольера, в уход за питомцами, их выгул. За питание мохнатых сыщиков отвечает вожатый служебных собак. Первое питание у нас происходит где-то в 4.30 утра, потому что нам нужно еще покормивший собак выгулить их, чтобы она заступила на службу. И второе питание у нас происходит, даже у нас есть, происходит с 16 до 17 часов, потому что собака заступает в 20.00 на службу, на ночную уже службу. В рационе только сбалансированное питание, которое подбирает ветеринар. Одни едят сухие корма, другие – натуральную пищу, которую готовят из круп, мяса и овощей. Питомник вообще создан для первоначальной подготовки и повышения квалификации сотрудников, которые работают в Гомельском областном управлении. И это первая задача. А второе – это для разведения щенков, которые уходят на нужды Гомельского областного управления, департамента охраны. Не все сотрудники имеют возможность приобрести щенка за свои личные средства, либо по каким-то своим мотивам. Поэтому мы им передаем служебных собак. Стоимость щенка – около 200 рублей. Цена хорошо обученной служебной собаки может достигать нескольких тысяч долларов. Цена животного зависит от родословной и от уровня подготовки. Шлифовать навыки помогают и кинологические конкурсы, которые проходят как в Беларуси, так и за рубежом. Департамент охраны – сегодня одно из самых мобильных подразделений в системе МВД, оснащенное современной техникой и вооружением, который оказывает услуги по охране объектов всех форм собственности, обеспечивает охрану физических лиц и грузов, занимается проектированием, монтажом и техническим обслуживанием и ремонтом средств и систем охраны. Во время съемок проходили учения. Дежурный музея истории Гомеля нажал на кнопку тревоги. По легенде, к ним ворвался мужчина в балаклаве. Сотрудники департамента охраны приезжают и оперативно задерживают нарушителя. Кинологический наряд работает на улицах областного центра каждый день. При необходимости его задействуют на местах совершения преступлений. Вероника Гамзюкова, Евгения Макеенко. Специально для программы «Дефакто».